В администрации городского округа Люберцы прошло заседание рабочей группы Минпромторга Российской Федерации. На встрече обсудили меры поддержки бизнеса, разработанные на государственном и региональном уровнях, а также меры финансовой помощи, утвержденные в муниципальной программе предпринимательства. Подробности в материале нашего корреспондента. В зале заседаний Люберецкой администрации собрались руководители ведущих предприятий, которые производят оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также представители бизнес-сообщества. Главная тема встречи – снижение зависимости от импорта иностранных компаний. В настоящее время Минпромторг Российской Федерации реализует комплекс мер государственной поддержки. Программа субсидирования скидок на оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Механистик предоставления субсидий по производителям оборудования для пищевых и перерабатывающих производств при условии его продажи покупателей в рамках постановления правительства России номер 823. Это размер субсидируемой скидки составляет порядка 15%. По количеству предприятий малого и среднего бизнеса люберцы занимают лидирующие позиции в Московской области. Сегодня в городском округе их более 20 тысяч компаний-производителей получают поддержку со стороны администрации. Мы целый ряд таких подходов сделали. Ну, я не знаю, есть подобные в Московской области, не трудно сейчас сказать. Но все, что связано с определенным возвратом лизинга в протяжении, всевозможные льготы по налогообложению, это все у нас есть. Мы стремимся, по крайней мере, быть полезными. Даю себе отчет, что всегда есть проблемы взаимоотношения с надзорными органами, они самые разные. И в этом плане мы тоже отрабатываем. На протяжении 30 лет в Люберцах работает машиностроительное предприятие «Профессиональное кухонное оборудование» от Эсси. Генеральный директор Сергей Шатилов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его компания после введения санкций и предложил пути выхода из ситуации. Мне кажется, здесь все-таки проблема государственного масштаба. Создать заводы, воссоздать заводы, которые будут производить комплектующие для всего рынка. Первоочередная задача рабочей группы Минпромторга – понять, какие компоненты и оборудование необходимы российским предприятиям в течение ближайших трех лет. В дальнейшем эти данные будут переданы машиностроителям. Вся работа направлена на то, чтобы полностью занять рынок собственным производством. Уиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.